Ну ладно, я поставил кнопку play, поэтому, в принципе, мы уже можем начинать, мы уже начали. Здравствуйте, дамы и господа, с вами Азизи Подкаст, и я его ведущий Самир Азизи. Всем здравствуйте, и сегодня у меня в гостях один из моих лучших друзей, Жолда Саханов. Привет! Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Очень рад здесь оказаться. Столько раз слушал этот подкаст, и первый раз увидел, как Самир это говорит в микрофон живую. Ты чувствуешь дрожь, да? Да, да, это нечто, как будто попал на какую-то звездную студию. Слушай, как думаешь, блин, что мне делать с этой комнатой в плане студии? Я не знаю, как-то надо эту кровать скорее всего убрать, чтобы не смущать народ. Блин, да, в первую очередь надо вынести эту кровать, если хочешь, чтобы ты была похожа на студию, потом убрать это зеркало с правой стороны. А что тебе зеркало не нравится? Не знаю, это из двух сторон как-то неудобно. А так, остальном, ну, утюг тоже можно, в принципе, убрать. У меня просто, видишь, я планирую здесь еще одну девушку пригласить на подкасты, как бы, или вообще, если какие-то гости будут женского пола, как бы неудобно все это с этой кроватью как-то. Да, 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 это как-то не очень правильно, мне кажется. Либо просто переехать, я не знаю, это просто капец. Понятненько. Ну, Жолдаст, что рассказывай, как прошел твой день вообще, что новенького? Ну, сегодня был, в принципе, день сюрка. Я ходил на работу в течение, а ты опять пожаловал за то, что я не пришел к тебе на подкаст. Я тебя очень прям позорил этим, Жолдаст, ты обещал мне уже три недели. Глубоко затронуто, и ладно. Спасибо тебе. Сегодня в честь моего друга я приеду. Ва-рахме. Так, в принципе, все хорошо, работа, дом. Ты мне говорил, что у тебя скоро ребенок идет в первый класс, каково тебе это? Да, это вообще быть отцом, это необычное чувство. Неизведанное мне пока. Дети, они растут с невероятной скоростью. Я помню, как она, ну, моя дочка с Дерешкой ей 6 лет, она родилась, это было как будто вчера. У тебя сколько детей сейчас? У меня сейчас двое детей, дочка ей 6 лет и сын 3 года. Ну, между ними ровно 3 года получается, 3 года 3 месяца. И вот она уже идет в первый класс, она уже закончила садик, в принципе. Как будто ты только вчера женился. Я помню, у нас в Сфабе были вот буквально. Еще до сих пор все видео в HD есть, то есть это не то, что там смотришь по видику. То есть так странно, что ты самый первый из нас вышел, женился вообще из всего класса. Да-да, я женился после третьего курса в 2012 году. Ну, ты знаешь, на ком я женился. Это наша одноклассница. Женился на нашей однокласснице, да, вот такая сладкая парочка. Я помню, у нас с тобой был разговор на эту тему. Я говорю, Жолдаст, ну это же капец. Если хочешь поправить микрофон, поправляй, ничего страшного. Только не забывай поближе к нему. Все-все, хорошо. Я с тобой что-то на эту тему разговариваю. Говорю, Жолдаст, ну это же типа crazy. Ты что, мы же такие молодые, какая женитьба? А ты мне сказал, вот, знаешь, я говорю, как ты к этому пришел, к этой женитьбе? Ты мне говоришь, что-то на какой-то где-то там. Я сидел со своим братом, и ты что-то говорил такое, что что-то прям люблю там, что-то такое. Но не знаю, что-то жениться рано или нет. И твой брат тебе сказал, ну я так просто, я по памяти. И твой брат говорит, ты знаешь, что, Жолдаст, женись. Не пожалеешь, ты должен жениться. Если любишь, женись. И ты, в принципе, взял это. Ты помнишь, что это такое? Да, ну мой брат тоже рано женился. Он, правда, женился сразу после четвертого курса. В принципе, у нас в семье это нормальная традиция. У меня дедушка женился 21 год, отец 21 год женился, я 21 год женился. Там у меня братишки, они сразу после четвертого курса все жениться. И брат мой тоже, ну, после четвертого курса женился. Это у нас как бы нормальная тенденция. И наоборот, если ты в течение там, ну, университета, у тебя нет постоянной пары, там, все начинают, ну, русские, требовать, что случилось. Ну да, такая классическая история. Ну, классическая казахская история, да. И для меня это было нормой. Да, ты прав, я люблю свою супругу. Я ничего про это не говорю. Да, на самом деле возраст, это как бы банально не прозвучало, это всего лишь цифра. То самое главное, как ты и относишься к жизни, твое мировое зрение. И с Анелем мы, ну, когда мы женились, мы уже встречались. Долго вы встречались. Мы встречались, уже четвертый год получается. Да, и в принципе мы уже друг друга изучили, мы привыкли друг к другу. У нас родители уже там друг друга знали, ну, как-то пересекались. Уже все это как-то прошло, да, в принципе. А мы уже просто осталось сыграть свадьбу и все, в принципе. Так что мы были уже готовы к этому. Ну, это здорово. Твоя свадьба пока что, ну, была такая самая крутая, здоровая свадьба, на которую я когда-либо ходил. То есть оно было прям, ну, круто. Все было включено прям. Там, это было здорово. Классно погуляли. Да, было классно, здорово. Жаль, что вы не попали, кто-нибудь слышит это. Кого ты там не пригласил? Не, приглашали всех, просто у кого-то, может, не получилось. Асхат, например, не пришел, я помню. Асхат. Семейные обстоятельства. Постоянно пропускает свадьбы. А что за фигня? Асхат, мы тебе передаем привет. Приходи ко мне в гости на подкаст. У него скрытая реклама, 25-й кадр у Санмика. Не знаю, я, честно говоря, про свою свадьбу... Ну, я просто начинаю думать, если я женюсь, я не женат для тех, кто не знает. Да, это завидный жених. Самые завидные женихи до 30 лет в Казахстане. Да, да, да. В топ-10 смело входят. Ну, то есть, для меня это вообще непостижимая тема. То есть, как это будет проходить, что это будет... Ну, честно говоря, я что-то как-то даже неохота мне что-то такое крутое делать. Как бы мне почему-то кажется, что моя свадьба будет очень такая суперскромная. Ну, как бы прикольная, там, элитная, но там чисто для своих. Мне кажется, что-то в западном стиле где-нибудь на островке. Только вы вдвоем, там самые близкие родственники, где-нибудь в Таиланде. Ну, ты, естественно, будешь там тоже. Я же говорю, свои-то. А если пригласишь, то приеду. Я тебя, да, я тебе. Ну, если это будет на острове, то для всех тех, кто приглашает людей на свадьбы, а вы их празднуете в своих Америках или островах, и когда вы приглашаете людей, вы обязаны платить за их транспорт. Поэтому не надо потом выпендриваться, что я вас пригласил, а вы не приезжаете. То есть, если вы так делаете, не обижайтесь на своих людей. Наоборот, вы должны были их транспорт, вы должны были оплатить. В это время наша конференция уже здесь, все в итоге. Это был Айдос. Да-да-да, наш общий друг. У нас есть специальный чатик, и он уже здесь пишет. Мне надо тоже, кстати, потише все это сделать. Вот. Ну, в принципе, опять же, как я и говорю тебе, этот подкаст... Я спрашиваю тебя про твою работу, так что не волнуйтесь, дамы и господа. Но, опять же, я в последнее время думал, и люди, которых я зову на этот подкаст, начинают немножко паниковать, так что, мне же нечего интересного там рассказать или еще что-то там. Мне не нравится, что такая тенденция. На самом деле, этот подкаст просто про интересных людей на интересные мне темы. Это не какая-то там биографическая работа. Так что... Ну, на самом деле, это нормальная реакция, на мой взгляд. Думаешь? Потому что я не знаю больше других людей, которые вообще ведут подкаст, которые приглашают своих друзей и просто общаются с микрофонами. Я думаю, что в Казахстане таких людей, там, может быть, пальцем пересчитать. Так что с нашими реальными, с нашими менталитетами это просто необычно, да? На самом деле, это просто расслабиться и... Просто общаться. Как общаемся, как обычно, да? Все нормально. Кстати, у меня сегодня друг скинул прикольную статью. Говорят, что за последние пять лет подкасты выросли, так, типа, в своих... Типа, в деньгах или в каком-то эквиваленте, типа, чуть ли не в десять раз. То есть скоро вся реклама, все будет в подкастах. Вот ты когда домой ко мне пришел, сейчас ты видел у меня видео Джо Рогана. Джо Роган — это самый крутой подкастер сейчас считается. Он точно так же сидит и общается со всякими там... Со всякими людьми на всякие темы. И все его слушают. То есть это то, откуда люди сейчас берут свои новости, и откуда они ищут свое, знаешь, какое-то предназначение, пытаются с чем-то быть. Поэтому мне кажется, скоро эта тема все равно взойдет ввысь. И даже в Казахстане, потому что я знаю, что здесь есть несколько подкастеров тоже, которые занимаются тем же самым. Ну, я тоже на самом деле слушаю подкасты. Это очень удобно в фоновом режиме, когда едешь в машине. Это как бы не отвлекает, ну, то, что есть видео, которое может как-то внимание отвлекать. А так, как-то неосознанно ты что-то слышишь и воспринимаешь информацию, узнаешь очень много. А что ты слушаешь? Ну, я слушаю... Я сейчас готовлюсь к марафону в своем первом жизни. И слушаю спортсменов, которые рассказывают, как бегать, как пить воду, какая экипировка должна быть, про пульс и тому подобное. Курсы слушают что-то на английском языке, там, какие-то... Да ты что? Отвечающие, да. А что у тебя, как у тебя с английским? Потому что я давно не разговаривал с тобой на этом. Ну, достаточно средне. Я могу посмотреть видео на английском, там, аудиосообщение послушать. Может быть, сказать что-то, ну, сложности возникают. А воспринимать информацию, в принципе, нормально? Слушай, расскажи мне про вот эту тему с марафоном, потому что мы с тобой недавно ездили на марафон, наших друзей, где мы отлично выступили чуть ли не... Сейчас мы возьмем небольшую паузу. Мы взяли небольшую паузу Желдасу, позвонили по работе, ему оба кое-что сделать, кое-что поправить. Про это мы позже чуть-чуть поговорим. Я хотел тебя вот про что спросить. Про вот эту тему с марафоном, да? То есть мы с тобой уже на один раз на марафон сходили, на этот Ironman в Астане, где мы просто отлично выступили, заняли первое место по плаванию. Да, это супер. Наш плавец занял первое место в Ironman. Это было прикольно, да. Ну, в принципе, я на это посмотрел, это какой-то триатлон. Мы там были как раз-таки в качестве зрителей, группа поддержки. Как ты готовишься сейчас к своему марафону? То есть ты искал про воду, вот что про воду? Потому что я пытаюсь сейчас много воды пить, потому что я знаю, общаясь очень много с боксерами сейчас, они очень много пьют воды, особенно перед боем. То есть это для них важно. Ну, вообще, пить воду, если ты бежишь длительную дистанцию, очень важно. Потому что если в обычной жизни, в обычной норме, мы, вода из нашего организма уходит. Это за счет дыхания, за счет потовыделений и тому подобное. Если мы перестанем пить воду, то у нас будет обезвоживание организма и приведет к последствиям. При этом, если ты будешь еще бежать, то за счет обильного потовыделения ты потеряешь очень большой объем воды. В среднем нормальный человек в сутки теряет около двух литров воды просто в обычном режиме дня. То есть поэтому рекомендуют каждому человеку, взрослому, пить не менее двух литров воды. Это сколько в бутылках 0,5? А, четыре. Тупой вопрос. Очень сложная математика, но да, это четыре. Если ты еще бегаешь, то это тоже как минимум один к одному, это надо два литра воды на час беговой тренировки. А что у тебя за марафон? Сколько тебе надо прибежать? Ну, это вообще первый в жизни мой марафон. Да ладно, не отмазывайся. Да ладно, скажи, сколько тебе, два километра? Нет, я всего лишь бегу 10 километров. Знаешь, я бег вообще не любил, как и все, наверное, говорят. Но когда ты начинаешь обретать физическую форму, когда у тебя больше не болит дыхалка, ноги, ты начинаешь получать удовольствие. Я наконец-то достиг этого уровня. Вот спустя месяц тренировки я уже бегаю с удовольствием. Я ищу новые маршруты, новые места. Мне не нравится бегать по кругу, по стадиону или по постоянным одним и тем же местам. И поэтому я в основном бегаю у себя на районе. Бегаю с утра до работы. То есть ты сколько просыпаешь? Шесть, что ли? Да, я просыпаю шесть. С утра начинаешь бегать? Да, легкая разминка и пошел бег, бегал около часа. Слушай, какой у нас в Алмате с этим? Потому что, блин, дышать же трудно все равно, если ты бегаешь, особенно в городе. Ну, я всю жизнь жил в Алмате, и у меня, слава богу, нет никакой аллергии там, всех побочных эффектов. Мне как-то в этом плане нормально. А что за марафон это? Который типа Алматы-марафон? Да, это 13 октября у нас будет полумарафон. Полумарафон – это 21 километр. Полный марафон – это 42. Он у нас прошел в апреле месяце. Так. Да, а в этом, в октябре будет всего лишь половинка, и там две дистанции – это 21, 10 километров. Там места ограничены, всего на 5000 человек. Я вот буквально, ну, месяц назад регистрировался, там уже было 3000 человек зарегистрировано. Еще это было… Офигеть. Капец, до нас что-то поднялась эта тема с марафонами. Да, да, сейчас эта волна очень популярна. У меня друзья вот на работе, очень многие, ну, в принципе, это они мне, наверное, больше всего вдохновили на то, чтобы просто начать бегать. Чуть-чуть поближе к меру. Да, да. До этого просто обычные тренировки были в тренажерном зале, силовые тренировки, штанги, но хотелось что-то поменять. И вот порекомендовали бег. Ничего, понравилось, сейчас бегаю. Но тот факт, что такая тенденция – это просто капец. Что мы видели на Iron Man. А сколько стоит это, зарегистрироваться в Алматинском? Гораздо дешевле, чем в Iron Man. Стоит всего лишь 5000 тенге. Деньги все идут на благотворительность. Да ты что? Да, еще можно… Только я хотел сказать, желтик, давай срубим бабла, сделаем свой собственный марафон. Ну, можешь пойти. Также можно приобрести фирменные футболки, тоже там 2500 тенге стоит. Ну, в принципе, суммы достаточно символические. И я думаю, каждый, кто хочет в этом поучаствовать, а их сейчас очень много. Да, они говорят. Есть специальная, кстати, программа «Астрала». Наверное, многие бегуны об ней узнают. Это некий Инстаграм для бегунов. И там все постится, да, все расписано? Да, там каждая тренировка твоя постится на общедоступном виде. Каждый может посмотреть, посмотреть твои результаты. И это некая система мотивации, которая… Когда ты видишь, что твой друг пробежал, ты обязан тоже не отстать, да, пробежать быстрее, дольше и тому подобное. Мне это нравится, потому что я вижу, что в нашем возрасте уже ребята начинают терять форму, да, уже у них, видишь, у них уже, ну, как бы они плохо выглядят там все. А сейчас я вижу, что начинается подъем такого healthy lifestyle, да, то есть люди хотят двигаться, люди хотят выглядеть хорошо, то есть уже все эти, знаешь, типичная форма агашки уже никого не устраивает, потому что нам всего лишь-то по 27-8 лет, то есть… Да, да, да. А бывает такое, поэтому, да, это здорово. Слушай, ну круто, ну круто. Но я удивился, как на Iron Man'е на марафоне куча иностранцев было. Даже у нас в автобусе был чувак из Los Angeles Police Department. Такой весь крутой, то есть это… Не, на самом деле иностранцев было очень много. В мире Iron Man – это вообще нереально популярная вещь. Хоть у нас был Half, настоящие профи, они, конечно, идут на… Ты знаешь, да, я… Когда это, ну, пацаны наши пробежали марафоны, и нам все закидали эти халявные футболки, да. Кстати, классные футболки, качество прям классное. Да, да, да. Я давал эту футболку, я вот только что вернулся из США, ну, носил ее в Лос-Анджелесе, там, туда, и все такие прям, о-о-о, Iron Man там, знаешь, типа, все заценили там, типа, это тебе не какое-то… Я такой, я типа, да, да, это я прибежал, что поделать, да, такие вещи. Да, 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 в мире, конечно, если ты прошел Iron Man, тем более полный, это, ну, большой респект. Да, нафиг надо, на самом деле. Ты знаешь, это… Вот, допустим, я сейчас начал бегать, да? Ну, дай бог, если я буду нормально тренироваться, я там пробегаю полмарафон, и потом, может быть, в будущем полный марафон. Через два года уже такой, сикспак такой весь уже, на стероидах. Ну, допустим. Да, и людям нужны какие-то новые цели. Да, да, да. Что-то должно их толкать двигаться. Да, да, что-то именно такое хобби, как подкаст. Когда-то один раз пробежал полный марафон, тебя это больше не вдохновляет. Так сильно, как раньше, тебе хочется чего-то нового. И вот этот Iron Man, это просто нереальная победа над собой, нереальная подготовка, и это тоже вызов, и поэтому многие прямо участвуют. И самое интересное, что Iron Man же проходит, ну, по всей точке планеты нашей, на всех континентах, и там везде разные условия. Где-то жарко, где-то холодно, где-то высоко, где-то низко и тому подобное. То есть каждый Iron Man, он индивидуальный сам по себе, и там свои внутренние... А, поэтому так много иностранцев, знаешь, захотеть пробежать в Казахстане. Это же прикольно. Ну, может быть, да. И Шимпроплей тоже интересно. Да, да. Слушай, ну, давай по порядку тогда вообще. Как мы познакомились, да? Мы, получается... Это как в каком классе, получается, нас в наши два класса соединили? Так, это был восьмой класс, тысячи... Это что у нас? Четвёртый, пятый? Я недавно вспоминал, как мы ездили смотреть на дом Жамбыла Жабаева. Да, это было великое место. Мы были в восьмом классе. Только ты поехал, и я. Только мы в Жамбу, вообще никто не поехал больше. То есть была такая тема с одиннадцатиклассниками поехать, и восьмой класс тоже приглашали. И все одиннадцатиклассники поехали, а из восьмого только мы с тобой. Да. Ой, блин, как они бухали там. Да, это было просто нечто для нас. Для меня это, короче, было воспоминание, которое я недавно только для меня это... Даже какое-то мы видео снимали на сотку, я помню. Тебе нет этого видео? Блин, это так сотка была, не знаю какая, там два мегапикселя. Бог его знает, она перекидывалась на флешку или нет еще. Ты мне, по-моему, даже сиди, ну, скинул что-то такое. Ну да, это только одно из моих воспоминаний вообще. Ну, в принципе, это были прикольные времена, прикольные. Да, в принципе, в этой поездке мы, по-моему, и нормально так сдружились, хорошо. Да, 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 мы поняли, что мы подходим. У нас было свое общее страшное воспоминание. Не, я реально, в один момент что-то мне как-то было стрёмно, что я вообще не знал, что будет. Хотя, с другой стороны, потом, когда мы уже сели в автобус, и эти все пьяные одиннадцатиклассники начали орать на своих учителей. Да. Было очень необычно, когда ученики... Особенно для нас, потому что наш класс всегда очень такой, знаешь, нет, вообще не было таких тем. Да, да, мы были очень правильными. У нас были такие умные ребята, там, отличники. И тут, бац, на наших учителей сами же ученики наезжают. Ужасно, ужасно. А они ничего не могут сделать просто. Ничего не делают. Просто молчок, игнор. Там, да, нет вообще никакой реакции. Для меня вот это было такое, знаешь, бизарр просто. Кстати, об умных людей сколько ты набрал на ЕНТ? Это мой вопрос каверзный для всех. 116 баллов. Окей, хорошо, молодец. Ну, это круто. Видишь, это здорово. На самом деле, у меня средний балл по ЕНТ в моих гостях где-то около 110. Ну, неплохо. Такой наш интеллектуальный подкаст. Слушай, после школы, получается, ты поступил куда? Я поступил в Фламентинский институт энергетики и связи. Тоже АЭС, да? Да, тоже АЭС. На специальность радиотехника, телекоммуникации, электронной телекоммуникации. А почему туда поступил? Почему? Как бы я даже не помню таких обсуждений. Ну, вообще, на мой взгляд, в Казахстане, чтобы работать более-менее в успешной компании, это должно быть что-то связанное со стратегическими объектами. Что такое стратегический объект? Например, это нефтегазовая промышленность, либо энергетика вся, там электричество и тому подобное. Либо это сфера телекоммуникации, которая является стратегическим объектом, либо каких-то силовых структурах, которые обеспечивают нашу безопасность и порядок и тому подобное. Понял. Окей. Да, у меня был, по идее, выбор между энергетикой и телекоммуникацией. Тебе не сильно дует? Я могу... Нет, нет, нет. Все отлично. Ага. Между энергетикой и телекоммуникацией. Да, да. А почему ты именно поступил в АЭС? То есть ты знал, у тебя были какие-то другие выборы или... Ну, когда я подавал заявление на участие в грантах, я указал все четыре предмета в АЭСе. Я однозначно хотел учиться в АЭСе, потому что... Поэтому, потому что стратегические объекты сидел? Да, потому что в АЭСе очень сильная связь. Если посмотреть в отделе, где я сейчас работаю, то так, ну, вообще даже не только в отделе, вообще во всем нашем предприятии, но больше 80% людей – это выпускники нашего университета. То есть связь в АЭСе очень сильная. Да. Да, и там... Как квалифицированная карта. Она котируется. Если ты закончил АЭС, ну, именно телекоммуникацию... Считается. То, как бы, в любой другой телекоммуникационной компании, ну, ты, в принципе, устроишься на работу. Значит, поступаешь ты в АЭС, и на самом деле, как тебе вообще там было? В АЭСе, ну, когда я учился, и до этого, наверное, учатся одни очень умные ребята. Так скажем, я жрел. Да, скажем так, что непростые, очень интересные со всего Казахстана, потому что там сложнее, на самом деле, учиться, чем в других университетах. Ну, ничего не хочу сказать другу плохого, но АЭС, он всегда, ну, котировался как один из сложных университетов. А кто у вас конкурент университетский? Именно в сфере телекоммуникации, я думаю, что таких ярких конкурентов нет. Эта специальность есть и в других университетах, там, в том же политехе соседнем, который является, кстати, большой угрозой для АЭСа в плане, там, первошей, которые студенты и тому подобное. В каком плане угрозой? Ну, их студенты... Ну, у нас территория там... Да, то есть, реально, физическая гроза, да. Конечно, физическая гроза. Я думаю, в плане, знаешь, конкурентоспособности университета. В плане конкуренции, там, чтобы тебе морду не набили и тому подобное, чтобы живой добраться до ума, короче. Слушай, я думаю, эта вся история с политехом уже прошла, оказывается, она все еще существует. Ну, когда я учился, так было, и, по-моему, это сохраняется до сих пор. Это, видимо, такой вечный... Это просто у каждого университета есть свои традиции. Да, да, да. Политех должен... Политех должен, да, соблюдать свои... Походить к нам и немножко там, поводить в свои порядки. У тебя был такой экспириенс? У меня экспириенса такого не было, но были одногруппники, там, сокурсники, у которых были явные проблемы, которые лишались своих телефонов, там, денег и тому подобное. То есть, оказались не в том месте, не в то время. Ну, скорее всего, те, кто не из Алматы, да? Их легче грабануть, мне кажется, чем те, кто здесь... Ну, да, потому что они плохо ориентируются, как минимум, там, первое время. Семьи нет за спиной, как бы ничего такого нет? Да, друзей, знакомых пока что первое время, а потом... Ну, просто дело в случае. На самом деле, если тихо ходишь, там, нормально, в принципе. Как и везде, наверное. Ну, да. А так, в целом, АЭС – это хорошая школа для... Не только телекоммуникации, но и энергетиков. Котируется хороший ВУЗ. Давно о нем знал. Поэтому мой выбор был однозначен. Вообще, изначально, если брать, когда ЕНТ собирался сдавать, я думал между профессией юриста и технаря. Я вижу тебя в качестве юриста. Да, я думал, я буду, ну, какой-нибудь юрист. Но юристы, значит, как-то не прям сильно востребованы, мне кажется. Да, но потом все-таки техническая часть меня победила. Знамя к точным наукам все-таки оказались сильнее. Потому что учить эти знакомые параграфы, излучивания, ну, достаточно скучно и интересно. Да, да. А что-то решать, то, что... Настоящие физические проблемы. Да, да, да. Это уже ближе ко мне. И мой выбор был однозначен технар. Трудно было учиться вообще? Честно, мне было трудно учиться. Ну, ты был один из умных людей таких очень... Да, я закончил университет на красный диплом. Да, ты что? Офигеть. Поздравляю. Спасибо. Да, я учился очень хорошо. Ну, как обычно, первые два года ты работаешь на зачетку, а потом последующие два года зачетка работает на тебя. Как это я? Я просто здесь не учился, я не знаю таких слов ваших этих... В общем, если ты первые два года являешься круглым отличником, то третий, четвертый курс тебе просто, ну, помогают. Да, да, да. То берут твою зачетку, на время экзамена говорят, о, все, сорян. Спроси, сорян, что тебя спросили, и... Ну, и не валят. Ну, в принципе, если ты... Ну, это, короче, имеется в виду как репутационный все такой вопрос, да? Если они видят, что человек умный, да, что это то... Да, да, да. Зачем лишний раз, как сказать, приставать человеку, так сказать? Ну, мне кажется, университет сам заинтересован, чтобы у них было побольше хороших выпускников с хорошим DPA. И поэтому они заинтересованы в этом. Да, да, да. И как и сам студент. Учиться было мне интересно, несложно, очень много знакомых. Это мой телефон или твой телефон? Это твой. Серьезно? Я думаю, вот че, он не выключил свой телефон. Опять же, это... Это iDOS напишет. Извиняюсь, дамы и господа, за это техническое странный звук. Это был телефон. All righty. Слушай, ну, ты что-то сейчас пишешь? Нет, нет, нет. Все хорошо, ладно. После университета ты сейчас работаешь... Я работаю в Казахстелекоме. В Казахстелекоме... Казахстелеком вообще большая компания. В ней я работаю, в этой компании работают, ну, 23 тысячи человек. А, офигеть. Это был... Как ты туда вообще пошел на работу? Это был сразу твоя цель? Вообще, это был 2013 год. Я закончил универ. Как раз у нас весной родилась дочка Санелли. Я писал дипломную работу. Ни одну из Анелли. Ну, там, короче, было интересно. Ничего себе, как ты сейчас Анелли сдал. Ну, я, скажем, помогал ей писать дипломную работу. Ну, потому что она только родила, была в положении. Ну, да, окей, понятно. Да, ну, когда она зачиталась, она была еще в положении, но все равно это тяжело. При этом мы же учились еще параллельно в Московском экономическом университете. Оба-на. Это как? Это какая-то программа? Да, в ВАЭС есть такая программа. Ты можешь параллельно получить экономическое образование. И сейчас у тебя получается образование московское тоже? Да, у меня два образования. Ух ты. Получается, с утра ты учишься в университете, обычно в своем вечере у тебя начинается второе обучение, там, с шести до восьми, с шести до десяти вечера, и по субботам все отдыхают, а ты учишься. И получается, у нас так получилось, что где-то в мае месяце мы защищали основной диплом, а через месяц мы защищали там, московский. Приезжали люди с Москвы и прям принимали экзамены. Офигеть. Да. Ну, в общем, мы благополучно защитились, получили все хорошие оценки. Я начал собираться поступать в магистратуру. Параллельно я закидывал резюмешки всей компании. А какие еще компании ты вообще подавался? Какие они нажимал на самом деле? Ну, телекоммуникационные компании я расценивал там KSL, Beeline, Казахстелеком. Казахстелеком, сейчас я про Казахстелеком более подробно расскажу. Меня приглашали остаться на работе в университете. Да ты что, быть типа, репт, как я кип-то профессором? Да, в этом же университете, типа поступишь, дальше посмотришь, но я вежливо отказался, приглашали работать в силовых структурах, в частности в КМБ. Про это можешь не рассказывать, давай сразу это вычеркнем. Да, ну, в общем, параллельно я искал работу, ходил на всякие собеседования, но параллельно я готовился поступить на магистратуру. Я изначально искал вариант, чтобы учиться вечером, в вечерней магистратуре. Чтобы работать днем, да? Да, чтобы работать днем. И такой идеальный вариант был в нашем университете, в АЭСе. Да, учение. Она считалась очной формой обучения, но занятия начинали с 6 вечера до 10 вечера. В принципе, учиться по вечерам я уже привык. Все 4 года я еще учился в этом московском институте. Для меня это было нормой. И параллельно я вот закидывал резюме, и где-то в сентябре месяце, когда я уже поступил на магистратуру, меня пригласили на собеседование в казахстелеком. Я там прошел все этапы собеседования. Проходил собеседование с моим будущим начальником. Ну, так получилось. И в октябре, с 1 октября меня взяли на работу. Трудно вообще было все это собеседование? Как-то тебя тестировали? Ну, у меня был хороший диплом, да? У меня были высокие баллы. Да, безусловно, был один из лучших кандидатов с красным дипломом. То, по крайней мере, как минимум. Да, да, да. И, как бы, наверное, как-то это помогло. Я считаю, что при поступлении на работу. Естественно. Да. Вообще, вот в казахстелеком, если вернуться к этой компании, она очень большая. И я работаю в таком филиале, как называется, объединение и дальняя связь. У нас очень интересное название. Обычно это всякие там ТО, предприятия и тому подобное. А мы именно объединение. А в чем отличие? Дальняя связь, она как раз-таки раскрывает нашу суть, на самом деле. Потому что мы организуем связь магистральную между большими городами. Допустим, Алмата, Астана, Астана, там Костанайк, Ак-Тюбей и тому подобное. То есть наши сети, они распространены по всей территории Казахстана. Мы единственный филиал казахстелекома, который присутствует во всех крупных городах, крупных областях нашей, ну, нашей Родины. Чем мы занимаемся? Вообще, ну, многие люди не знают, но между долей дорог, магистральных дорог, проложен кабель связи во всех крупных дорогах. Ну, общая протяженность таких кабелей – это порядка 30 тысяч километров по всей стране. То есть, если все кабеля сложить вместе, будет три стычка, три стычка, да. Они все там, ну, подделяются по категориям. Это, по-моему, можно землю обогнуть, да, таким? Ну, 40 тысяч у нас километров длина экватора, да. Да. Но мы к этой цифре сейчас приближаемся. Больше кабелей. Да, да. Вообще, весь интернет, который у нас есть в Казахстане, в мире, он осуществляется на сегодняшний день. Это через волокон оптической линии связи. Коротко, Волс. Это оптика. Угу. Стекляшка, да, грубо говоря. Стекляшка. Ну, это же, кстати, какая-то новая тема, да, сравнительно? То есть, до этого же был просто какой-то кабель. Вот это волокно, оптоволокно – это же что-то прямо… Я помню, Google только-только делал это недавно. Ну, нет, на самом деле, это достаточно не новая. Ну, впервые волокно в Казахстане появилось в 98-м году. А, то есть, может, я что-то сейчас забуду, я не знаю. Да, может быть. Оптическая волокна – это не она? Есть. Это как раз-таки волокон, а оптические линии связи. Что тогда у Google было маленько? Ладно, неважно. Да, ну, может, что-то там доработали. В целом, с 98-го года в Казахстане у нас активно ведется строительство волокон оптических линий связи. Это соединяются крупные города. Ну, я повторюсь, да, там Алматы, Алду-Курган, вдоль всех магистральных дорог. Ну, если ты путешествовал когда-нибудь на машине, ты должен был видеть вдоль дорог стоят такие столбики, где написано «кабель связи, не копать». Так вот, я работаю в этой сфере, в этой организации. Это я пишу, да? Это моя работа, да. У нас, грубо говоря, в нашей организации, ну, внутри нашей организации есть там несколько направлений. Первое – это которые обслуживают кабель. Так. Второе направление – это те, которые обслуживают оборудование, на котором оконечивается этот кабель. И третье направление – это энергетика, которая обеспечивает наш там электричеством, там, чтобы это все работало. Какое из них самое элитное? Потому что на прошлом подкасте я изучал элитное предоставление. На самом деле одно без другого не работает. Ага. Это все большой механизм. То есть ты сейчас пытаешься кого-то не обидеть? Нет, ну, если брать процентном соотношении, то людей, которые обслуживают кабель, намного больше, чем остальных других. Потому что, ну, физически кабеля больше, чем всех остальных, там, почти 300 тысяч километров. Так, ладно, из этих всех троих-то где? Я в первой сфере, где обслуживают кабель связи. Понял. Да, вот вначале, когда я пришел на работу в 2013 году, я попал в такой, так называемый, ТУСМ – технический узел сетей магистральных линий связи и телевидения. Ну, ТУСМ. Да, просто ТУСМ. ТУСМ, ТУСМ. Да, это структурное подразделение, которое обслуживало линии связи по Алматинской области. То есть у меня были очень много командировок по всей Алматинской области. Я изучил Алматинскую область вдоль и поперек, во всех направлениях. А каково тебе вообще было? Как ты прошел это боевое крещение, знаешь? Вообще, когда я устроился… Первый раз, да? Первый раз, 1 октября, да, то через две недели, ну, так, получается, 14 октября, меня отправляют сразу в первую жизнь моей жизни командировку. Это так называемый поселок Хантау. Ну, это было прикольно же, да, командировка. Да, командировку. Ты заедился там, оплачен, все дела. Ну, поселок Хантау, это, не знаю, в Казахстане я бывал в очень многих поселках. Есть два поселка, где нет ничего. Вот Хантау – это один из этих поселков. Что значит нет ничего? Ну, во-первых, нет элементарного магазина. Ты приезжаешь в поселок, ты хочешь купить там, ну, ты же, у тебя нет, там нет гостиниц, нет там номеров, там, а потом ты приезжаешь, ты хочешь там воду купить. Там есть магазин, но он работает там 2 часа в день, там, когда у продавца есть настроение, короче. Если ты угадал, то хорошо, если нет, то значит нет. Ну, в общем, поселок такой классический, где проходит кабель связи, где есть важное оборудование. Мы там занимались фиксацией трассы, проверкой документов и тому подобное. А почему этот поселок, в смысле, если поселок такой настолько не развит, в чем его важность? Только потому, что через него проходит кабель? Да, ну, вообще, вот, если технологию… Важность в плане связи имеют, то так-то, конечно, он важен. Да, да, нет, если внедряться в технологию, то кабель связи, когда, по кабелю связи, когда информация идет, то любой сигнал затухает. То есть, через определенное какое-то расстояние от источника сигнала нужно ставить некие регистрационные участки, чтобы сигнал восстанавливался, усиливался и опять продолжался дальше. И по расстоянию, когда, ну, проектировали линию связи, то в этом поселке, в Хантау, надо было усиливать сигнал и ставить магистральную станцию. Так и получилось, что в этом поселке было установлено магистральное оборудование, туда вот заведен кабель, он там усиливается и, ну, и отправляется дальше там. На следующей станции, поэтому… И вот ты туда поехал первый раз? Первый раз поехал, да, было необычно. А где ты жил, если там не было гостиницы? У нас есть свои служебные, ну, структурные здания технологические, в которых предусмотрены комнаты отдыха для тех, кто приезжает в гостиницу. Там, как правило, все цивильно, тоже кровати, там может душ принять. Компактно, да, так все? Все компактно, да, у нас, в принципе, в этом плане все очень хорошо организовано, потому что у нас, ну, я говорю, очень много линий, очень много там, где надо, ну, нет всяких развитых, нет развитой инфраструктуры, и нам приходится просто останавливаться, где есть, ну, просто переночевать и поехать дальше. Вот это был один из таких поселков, я там отработал две недели, мне там показали, научили, но это больше был такой некий обучающая командировка, что ли, потому что всего уже две недели работал, мне показали, что, как работают, там, посмотрел первый раз магистральное оборудование. Давай на эту паузу сделаем, потому что я хочу сохраниться. И мы возвращаемся, значит, ты говоришь, что, в принципе, для первой командировки это был для тебя хороший опыт. Да, да, вообще ездить в командировки это большой опыт для всех новых сотрудников, потому что, сидя в кабинете, там, читая инструкции, тяжело, ну, ты, конечно, все понимаешь, все понятно, но ты все это представляешь в голове и вживую не видишь. А когда ты приезжаешь на место, видишь, как это работает, для чего это делается, то опыт сразу, там, у тебя растет, меняется твое отношение к этому делу и тому подобное. В общем, вот так началась моя трудовая жизнь, да, моя карьера. Далее мы, ну, я после... Как долго ты работал именно в этой должности? Какой у тебя был статус, как сказать, название твоей должности? У меня должность была там, если коротко, инженер LSS-CAU, это линейных сооружений связи, абонентских устройств. Это, ну, в Казахстелекоме самый низкий уровень инженера. Вообще, если рассматривать именно по технологии, ну, технологических частей, то первый этап – это инженер просто, потом инженер второй категории, первой категории – ведущий инженер. Так. То есть, все, на больше ведущих инженера, ну, ведущий инженер – это самая высокая степень инженера. Дальше уже идет, там, не знаю, какой-то уровень начальника. Угу. Сколько в общей сложности ты уже работаешь там? Вау. Я работаю пять с половиной лет. Вау. Да. И через девять месяцев меня переводят в головное предприятие. Это вот когда ты только начал, да? Не час через девять месяцев, а? Да, да. Вот когда я вот начал в октябре тринадцатого года работать. Девять месяцев ты там проработал в тусами? Да. Меня переводят в головное предприятие. Оно находится рядом в центральной мечети. Ага. И что удивительное, я… Через дорогу от того, где ты жил. С того места, в котором я жил. Это офигенно просто. Да, это просто было офигенно. Параллельно я, ну, учился в магистатуре. А, да. Даже по ночам, получается, учился, да? Начнем, работал, по ночам учился. Да, да, я после работы… Плюс у тебя жена, маленький ребенок только родился, да? Совершенно верно. Жизнь прям бурлила. Скучать не приходилось. Там все было параллельно. Но магистатуру я учился так, чтобы лишь бы ее закончить и получить диплом магистра. Ты знаешь, то же самое у меня было, да. Потому что было очень тяжело совмещать работу. Если два университета еще более-менее могло совмещать, а вот работу с магистатурой совмещать было очень тяжело. Как я тебя понимаю. Да, да. Ну, если тебе знакомы… Но все равно это было хорошо, то, что я сразу поступил. Я думал взять год-паузу, там немножко отдохнуть от учебы. Но я думаю, мне через год желание просто попало учиться. Да. А так, в принципе… А вообще стоило оно того или нет? Эта магистратура? Она тебе как-то еще сыграет роль или нет? Нет, честно говоря, как бы что с магистратурой, что без магистратуры. Это особо… По карьерной лестнице бы ты так же двигался, да? Да, по карьерной лестнице бы так бы двигался, но такого… Но статус ты получил, что ты магистр. Да. То есть, это все равно в социальном плане это круто считается. Да, и я получил моральное удовольствие, что я просто закончил. Да, да. Тоже самое. Круто. Но, получается, тебя переводят, и ты уже работаешь непосредственно в городе. А в командировки-то тебя отправляют уже или нет? Да, да, да. Ну да, теперь, когда я перебрался в головное предприятие, если до этого я обслуживал только Алматинскую область, теперь у меня граница моя… граница обслуживания переходит на весь Казахстан. То есть, теперь мы обслуживаем линии связи по всему Казахстан. Раньше, если мы обслужили там по Алматинской области 4000 километров, нам казалось, что это кое-как много. А теперь объемы выросли там несколько раз, 30 тысяч километров. Большой Казахстан, командировки. Слушай, а как ты думаешь, вот ты говоришь, что мы все еще прокладываем кабеля там. Есть какая-то стратегическая точка, которую мы хотим достичь в том плане, что нам надо проложить столько кабелей, чтобы соединить столько населенных пунктов городов. Там у нас есть какие-то майлстоуны, так сказать? Как это работает? Очень хороший вопрос. Ты прям попал в яблочко, можно сказать. В последнее время, я слышал или нет, сейчас идет программа «Цифровой Казахстан». Это устранение цифрового неравенства между жителями нашей страны. Очень много сел, очень много людей. Это порядка 5-7 миллионов людей, которые не имеют доступа к широкополосному интернету. Ну, вот это высокоскоростному, к которому мы привыкли. Для тех жителей, которые живут в городах, там 4G на телефоне – это норма. Дома скоростной интернет, посмотреть онлайн-фильм, там, поиграть в игры – это норма. Но при этом еще остается 7 миллионов человек, которые просто не имеют такой физической возможности, потому что в их местах, где они живут, отсутствует такая возможность. И поэтому была запущена программа «Цифровой Казахстан». Ты говоришь, 7 миллионов человек не имеют такой возможности? Да, порядка 7 миллионов человек. Это практически, ну, чуть меньше половины получается, так сказать. Да, да, совершенно верно. И сейчас в рамках этой программы именно «Казахстелеком» в течение трех лет, это мы в прошлом году начали, вот осталось два года, да, текущий год и следующий год. А это, значит, пятилетка такая была, да, программа? Нет, это была программа «Трех лет». Ну, прошлый год это был такой стартовый, на самом деле основной объем это приходит на два года, текущий год и следующий год. Мы должны построить порядка 15 тысяч километров линии связи. Если, ну, если я напоминаю, что мы начали строить 1998 года, построили 30 тысяч километров, да? Так. То в течение там трех лет мы должны построить 15 тысяч километров. Ну, это большой скачок. Это просто, такого строительства еще никогда не было в Казахстане, это такой очень мощный вызов вообще нам, как для специалистов, для компаний, для тех людей, которые в этой сфере работают. Ну, это просто такого никогда раньше не было в Казахстане. Да. И сейчас в рамках этого проекта мы собираемся построить, подключить к ВОЛС 828 сельских населенных пунктов, в которых живут вот эти порядка 5 миллионов человек. И мы собираемся, ну, мы точнее уже в этом сфере очень сильно работаем. Сейчас активно идет строительство. Наши люди, как мы в этом задействованы, да? Мы обеспечиваем технический надзор за строительством. Мы там следим, чтобы все строительные нормы, все проектные решения, которые были созданы, соблюдались. Чтобы все было в рамках того проекта, который, ну, был подготовлен. И у нас очень такая, скажем так, цель, которая вдохновляет нас. Мы хотим, чтобы люди, которые в селах, получили такую же возможность. Первый этап – это мы хотим, во-первых, подключить все государственные органы. Это школы, больницы, акиматы, прокуратура, там, полиция и тому подобное, к государственным услугам. Это тот же EGO и тому подобное. У учителей там своя база и тому подобное. Это первый этап. А дальше уже мы будем население обеспечивать высокоскоростным интернетом. Слушай, ну, это, конечно, амбициозный проект. Если, скажем так, я живу в этом селе, да? И когда у меня есть сотовый телефон, да? Я смотрю на Connection. Там написано 2G или что сейчас, если он в небо отключен? Если ты, ну, во-первых, в том поселке, в котором ты живешь, может быть другой оператор связи, допустим, там какой-нибудь, ну, Beeline, у которого уже там стоят базовые станции. Там у тебя, ну, может быть, 4G написано. Ну, если мы говорим про худший случай, про то, куда ты хочешь. Про худший случай, там просто будет E у тебя стоять. E, да? Да, E. Это значит… Ну, это значит ничего. Ну, тут практически. Да, да, да. Это практически ничего. Хорошо. Смотри, если… Когда проходит подключение населенного пункта, да, такого, как меняется моя жизнь? Оно только меняется после того, когда вы уже сделали все школы, все, мы уже идем просто непосредственно на население. А на… В плане интернета просто у меня вот эта E становится 4G или 5G, там, whatever. Ну, во-первых, у тебя появится 4G интернет. Так. А потом? Это все или будет какой-то… Как дальше оно подключаться? Нет. Во-первых, ну, у тебя дома появится оптика, которая есть только в крупных городах. То есть, ну, я говорю, это… мир интернета тебе открывается. А… Вот мне просто интересно инфраструктуру подключения, да? То есть, тогда эту оптику… Вы же не насильно там людям ее подключать, да, ее надо заказывать там или как? Нет. Естественно, вообще, когда в поселок мы приходим, мы устанавливаем там некую АТС, да, там автоматическую телефонную станцию, да, в ней оконечиваем наше оборудование, от него уже идет распределение, ну, во-первых, до государственных органов. Потом, следующий этап, уже начинается маркетинг, продажи. Мы там начинаем рекламировать свои услуги и люди… Ну, на самом деле, когда… до начала строительства надо обязательно было проехать все эти поселки, которые мы планируем построить и… Посмотреть таргеты, аудиенцию, да? Да, аудиенцию и посмотреть, как мы будем прокладывать кабель связи, называется выбор трассы. Мне посчастливилось поездить по Южному Казахстану, ну, сейчас не существующую Туркестанскую область, по Северному Казахстану в рамках этого проекта. А задача была оптимально так проложить, чтобы как можно больше населенных пунктов получили эту сеть? Совершенно верно, оптимально, наиболее крупные, наиболее интересные, с наименьшей трешлей, с наименьшими издержками и тому подобное. И во время, кстати, этой командировки, когда я ездил, в общей сложности, я за две недели по Туркестанской области, когда ездил, проехал четыре тысячи километров на машине. Ну, я не знаю, ты ездил не так много, но это просто очень большое расстояние. А машина какая у вас? У нас был… Типа микроавтобус или что? Патриот, нет-нет. Джипик? Джипик, да. Слава богу, у нас был кондиционер. Ага. Ну, а если в целом брать казах Телеком, то самая популярная машина – это УАЗики. Угу. К сожалению, да, технологически они плохо осуществлены в плане автотранспорта. Но это большая проблема всех национальных компаний, на самом деле. Ну да, надо, потому что бюджет все-таки. Ну да, потому что эксплуатация, она всегда остается, ну, по остаточным принципам финансируется. Угу. И вот, когда я приезжал в эти поселки, люди сами, люди, которые работали в этих государственных органах, просили, спрашивали, когда же мы наконец-то привезем их домой в интернет. Потому что элементарно, чтобы отправить почту, у них это уходит колоссальное время, ресурсов и тому подобное, там, они не могут нормально взаимодействовать с другим развитым, там, частью Казахстана, скажем так, да. И это очень сильно бросается в глаза, и это очень сильно влияет на уровень жизни в целом. Там, если у тебя будет интернет, скажу, что ты можешь, там, повысить свое качество образования, ты можешь те же видеоролики в Ютубе нормально смотреть. Сейчас этой возможности у людей просто нет. Ну, если только, там, нет другого оператора, который может, там, ну, раздавать интернет. Угу. Но, как правило, я скажу, что это проект социальный, потому что, социальный в плане того, что проект финансируется государством. Потому что в те поселки, куда мы идем, экономически нецелесообразно идти. То есть, ты, там, тянешь 40 км кабеля в поселке, где живет там тысяча человек. Угу. Стоимость денег, которую мы тратим на строительство, она, ну, никогда не окупится только за счет, там, предоставления услуг населению. Угу. Но при этом, так как это проект социальный, государственный, мы ликвидируем неравенство цифровое, то мы тянем и хотим, чтобы люди просто получили доступ к интернету. Это инвестиции государства в свой народ, на самом деле, правильно? Да, это, на самом деле, большие инвестиции со стороны государства. Угу. Как бы, это очень хороший проект в плане того, чтобы людям помочь. Хотя бы, как минимум, в плане образования. Те же самые ютуб-ролики, да, это не просто там какие-то, например, мультики можно смотреть. Конечно, конечно. Самообучающие что-то в этом роде, либо что-либо угодно. То есть, это, конечно, очень важно. Когда тебе, когда ты говоришь про село, и я тебе скажу, например, представь себе людей из села, кого ты представляешь себе? Кто это? Это женщины, мужчины, дети? Какой там вообще контингент сейчас? Ну, я когда ездил в командировки, я, в принципе, видел этих людей. Это такие же люди. Они, в основном, если брать село, то работа в селах это обычно только в государственных учреждениях. Это либо какая-нибудь почта, либо какая-нибудь школа, акимат. Все другое население занято либо сельским хозяйством, либо скотоводством, в основном. А много молодежи там? На самом деле, молодежи немного, потому что молодежь… Их всех отправляют на учебу, скорее всего. Да, они уезжают на учебу и стремятся построить жизнь своих родственников, потому что нет нормальных условий, нормальной инфраструктуры в поселках. В принципе, эта тенденция по всему Казахстану наблюдается. Но если вернуться к твоему вопросу, то в моем понимании, это такой агашка в рубашке, которая работает какой-то на госслужбе, там, акимат. И он сам очень хочет, чтобы мы побыстрее дали ему вот эту качественную связь. Да. И такая тенденция, она массовая, в смысле, таких много. Ну, а вообще, каково тебе быть работник? Сейчас какой у тебя? Вот ты сначала работал в тусом, а сейчас ты работаешь? Сейчас я работаю в Центре эксплуатации линейной сооружения связи. Я сейчас уже ведущий инженер. Ого, то есть ты самый высший инженер, которого можно представить? Да, у меня высшая степень инженера, скажем так. Черный пояс? Да, черный пояс по инженерству. Выше уже нету. Это круто. Да. Ну, я, к счастью говоря, если посмотреть, достаточно быстро пришел к этой должности. Неудивительно. Люди, там, 10-15 лет могут работать и не получить эту должность. Но мне так повезло, там, наверное, благодаря руководству, которого заметила, там, поддержала и тому подобное. Ну, и при этом на этой должности я работаю уже почти два года. То есть я через три года уже получил должность ведущего. Угу. И сейчас продолжаем работать, реализуем этот бешеный проект. Он, наверное, очень большой. Ну да, я постоянно слышу, как ты всегда на телефоне, то есть ты всегда должен как-то курировать. Даже сейчас мы взяли паузу небольшую, чтобы ты немножко отвлекся на работу, поэтому это круто. Да, если вернуться к этой паузе, да. На самом деле нам только что обретили кабельсвязи. Да, давайте я тебе немножко кратко расскажу, что это… Что происходит, да, когда его повреждают. Вообще, вот я как говорил ранее, есть разные категории сети, да. Если повреждается кабель, который идет в поселок, в котором, допустим, о котором мы говорили до этого, то связь проставят только в том поселке, где эти люди живут. То есть там без связи осталось, скажем, там тысячи человек. Это считается такой незначимой категории сети. А если есть такие внутризонные магистральные связи, ну, не дай бог, если рвется магистральный кабель, то если нет системы резервирования, например, в сторону Ахтау, от Беню до Ахтау, там, если у тебя с географией все хорошо, то там только одна дорога. А система резервирования – это что? Ага, ну вот, допустим, в одном направлении проложены там и два, и три кабеля разными маршрутами. Допустим, вот в сторону Ахтау, от Беню, проложен только один магистральный кабель. И на протяжении порядка, ну, так скажем, 700-800 километров. И если этот кабель рвется, а он у нас рвался в истории, то без связи остается вся область. А как он рвется вообще? В чем причина рвется? Кто-то его рвет или что происходит? Да, да. Ворует? На самом деле, жизнь кипит, у нас экономика растет. Ого, что это за вступление такое? Что ты сейчас скажешь? Да, да. Люди строятся. У нас же кабель связи проложен вдоль автомобильных дорог. Кто-то выкупает какой-то земельный участок, значит, хочет построить там какой-то жилой дом. А, понял. Начинает копать. А там кабель связи проложен. За техникой начинают копать. Задевают ковшом эскаватор этот кабель и все, оно рвется. Ага. И вот, когда магистральный кабель в сторону акта рвется, то простаивает связь по всей области, потому что там нет системы резервирования. А там географически просто одна дорога и проложен только один кабель. И тогда, когда этот кабель рвется, люди просто элементарно не могут вызвать скорую. Там телефоны не работают. Серьезно, да. Да, потому что мы являемся крупнейшим оператором связи и нашими сетями пользуются другие операторы. Там тот же Beeline и другие. И когда наш кабель рвут, они тот же Beeline берут потоки с нашего кабеля. И когда магистральный кабель рвут, ни один оператор связи не работает. И просто, как будто там, не знаю, какое-то восстание началось и связь обрывается. Ну, эффект наподобие такого. И поэтому значимость кабеля очень важная. Угу. Слушай, а как, перед тем, как ты скажешь, как эту проблему починить, почему эта проблема вообще происходит в том плане? Почему ковш из кавадера обрубают кабель? Да, да, да. Неужели нет какой-то дележки информации, где так, ребята, вот карта на этой карте, как бы прописан кабель где? Нет, ты абсолютно прав. На самом деле, так как кабель является стратегически важным субъектом, да, объектом, то он наносится на все карты акиматов, на всех сельских картах, областных картах кабель связи. Ну, точно так же, как и другие, там, коммуникации, тот же нефтепровод, газопровод, там, потом, кабель связи не наносится. Он, информация про прохождение трассы кабеля есть во всех акиматах, во всех. То есть, просто люди просто не смотрят на это, не спрашивают. К сожалению, уровень населения, наш менталитет, ну, ты хотел построить дом. Да, просто взял, нанял там какого-то частника. Не спросил разрешения. Не спросил разрешения. Все, копай здесь, короче. Все, а он не обращает внимание, там, на столбики, что что здесь нельзя копать, что здесь там стоят. Ага, то есть, там все равно как раз таки есть даже эти столбики. Да, на всех, ну, на всех участках магистральной связи, через каждые, там, в лучшем, ну, в худшем случае 250 метров, стоят столбики связи. Показывают, что провод под землей. Провод, кабель под землей не копать. Но люди просто или не знания, либо о том, что у них там сроки горят, либо что как-то ускорит. Просто начинают копать и повреждают кабель связи. Но если брать статистику, то за прошлый год у нас там порядка, если вот 30 тысяч километров, из них где-то порядка 20 тысяч километров, это вот важные линии связи магистральную трезону, то сам магистральный кабель повреждали только три раза за год. Но это не так уж и плохо. Да, это благодаря труду наших работников. Наши люди не только там ходят и устраняют повреждения, они каждый день обеспечивают сохранность кабеля за счет общения с населением, с акиматом, теми же строителями, разъясняют им, что здесь есть кабель, у нас есть там продукция продукция для проведения охранно-предупрительной работы, где мы там, мы выпускаем блокноты, календари, ручки и тому подобное, и раздаем населению, там владельцам землеройной техники, владельцам там каких-то строительных компаний и тому подобное и говорим, ребята, вот здесь наши телефоны, все наши услуги абсолютно бесплатны, кстати. Ваша задача только пригласить нас, позвонить, мы сами покажем, где кабель, покажем, где нельзя копать. Если надо пересечь наш кабель, мы сами покажем, как это сделать. А, то есть что сделать с кабелем? Пересечь? Ну, допустим, ты прокладываешь водопровод к своему дому, А там поперек лежит наш кабель связи, тебе надо его пересечь. Так. Все, наш человек приезжает, показывает, как это нужно правильно сделать, ниже, выше кабеля, выдает там соответствующие технические условия, согласование. Все эти документы делаются там очень быстро. То есть, в принципе, если мне надо выкопать яму, да, для дома, чтобы я строить, в принципе, если там кабель под низом, это не значит, что это приговор, что я уже не могу строить. Нет, нет, просто с вами связаться. Абсолютно верно. Ага. Единственное, бывают, допустим, крупные строительства, там, допустим, дорогу расширяют, да, или там строят какое-то колоссально большое здание, и кабель на большой протяженности попадает под зону застройки. Тогда надо будет уже выносить, ну, сам кабель из этой зоны застройки. Там уже надо будет новый кабель проложить и переключиться. Абсолютно. Абсолютно. И вот простой связи, который будет, потому что, когда переключаемся, мы обрезаем кабель и переключаемся на другую, новую кабель, которую проложили. И там это, ну, переключение происходит небыстро там. Абсолютно. Проводится ночью, но вот эти там, сам, средняя протяженность таких работ это 4 часа примерно. И за эти 4 часа надо будет платить по простой связи, которую мы недополучили в результате того, что оборвали наш кабель. Понял. Да, это все делается на уровне законодательства. Есть специальные законы, там, правила охраны сети и телекоммуникации, в которых это все расписано. Ну, вот это не потому, что там казахстелеком мы это придумали. Это все делается на уровне министерства, там, закон о связи и все эти нюансы там прописаны. Хорошо. Давай тогда вернемся обратно к тому, к той части, где отрубают полностью область окталскую, да? Что происходит потом? Вам приходит сигнал, да, тебе конкретно? Да, вообще все системы связи, которые проходят по нашим кабелям, они все мониторятся. Здесь специальные центры, круглосуточные, там есть дежурный персонал, который следит, у которого там загорается аварийный сигнал, когда происходит авария. Как только он увидел там на системе мониторинга, что где-то пропала связь. Первая задача его, ну, оповестить об этом там, ну, всех заинтересованных здесь. В первую очередь оповещается там начальник участка, на котором, у которого произошло повреждение. Вот эти все 30 тысяч километров, они разделены у нас на мелкие зоны, которые обслуживаются там 53-мя нашими структурными подразделениями. То есть, если мы там 30 тысяч разделим на 50, да, это где-то по 600 километров каждое это структурное подразделение обслуживает. Угу. Угу. И в первую очередь сообщается начальнику цеха, где произошло это повреждение. Он уже начинает сбор аварийной бригады. Если это произошло в рабочее время, то он возвращает людей, которые были где-нибудь на трассе или где-то там, ну, какие-то работы проводили. Те, кто недалеко, короче. Это он возвращает всех, потому что для устранения повреждения нужно минимум там, ну, 10 человек на самом деле. А это имеется в виду прям физическое устранение повреждения, да? Приходишь копать быстренько. Если экскаватор повредил, кабель у тебя оборван, то это только физическое повреждение. А вы знаете прям конкретно, где это происходит? То есть, все эти 30 тысяч километров где-то в одной точке кто-то там обрезал кабель и прям знает, куда выезжать? Мы знаем участок, где пропадает связь. Допустим, вот есть участок Алматы и Капчигай, 70 километров, да? Когда свет пропадает, мы знаем, что пропал именно этот участок. А где именно повреждение произошло, мы это не видим. Мы это можем увидеть, когда, вот давай, следующий этап повреждения, когда начинается оповещение. Начальник цеха, он звонит измерителю, у нас такая есть должность, инженер-измеритель. Он берет специальный прибор, он называется рефлектометр, едет на станцию, на станцию Алматы, да? И начинает мерить, подключается к оборудованию, который работал на участке Алматы и Капчигай, и начинает мерить, проводить измерения. Если, допустим, по документации расстояние должно быть 70 километров, а ему прибор дал там 25 километров от той места, откуда он начал мерить, то, соответственно, на расстоянии 25 километров от Алматы есть обрыв кабеля. Угу. Пока измеритель все эти работы проводит, наша бригада уже, как правило, уже собрана и уже едет в сторону Капчигай. Угу. И когда точная информация приходит от измерителя, то мы уже точно знаем 25 километров, где это. Угу. Мы приезжаем и находим. Как минимум можно проехать эти 25 километров, посмотреть, где тут у нас копается. Да, вот что-то. Ну, точно на расстоянии 25 километров у нас произошло повреждение, потому что погрешность измерения рефектометра очень низкая. Угу. Если он показал 25778, значит, реально 25778 в метрах от того места, где он померил, это… У нас все линии связи, они у нас… У нас есть их трасса кабеля, они все разбиты по расстоянию. Мы точно знаем это по метру, как проложен наш кабель, где он находится, на какой глубине, и если мы знаем расстояние от мест повреждения, то найти его физически для нас это не проблема. Угу. И после этого непосредственно люди приезжают, обнаруживают местоповреждения. Вставляют люлей кому-то. Да, там уже подключаем… У нас есть специальный человек, должность техника называется. Он обращается в РУВД, там, в полицию, пишет заявление о том, что был поврежден ли кабель связи. Ну, как положено, оформляется все такое. Да. А вся остальная бригада, она занимается там… Ремонтом. Ремонтом, да. Губы, говорю, ремонтом. Привозят новый кабель, там монтируются две муфты, варятся, закапываются… Ну, ты как-то все равно за этим следишь, да, правильно? Да, да. Мы, как головное предприятие, мы отвечаем за все повреждения вот, ну, на сети по всему Казахстану. А, то есть не 600 километров, а по всему Казахстану. Не-не, да. Вот, мы следим, как наша бригада сейчас, в данный момент, кстати, повредили кабель в оконной скорости. Ну, там поселок отвалился, категория сети незначимая. И мы следим, во сколько наши люди выехали, как качественно провел измерение измеритель, во сколько они приехали, во сколько они там откопали котлованы, как долго они там монтировали муфту, и как быстро восстановилась система, как отработала наша система мониторинга, на каких этапах были допущены там ошибки или что можно улучшить. Мы, как вот центр эксплуатации головного предприятия, мы за это отвечаем. И если какое-то подразделение, какой-то человек там допустил ошибку, мы принимаем какие-то меры, там наказываем. Шапом акты. Да, потому что очень важно, на самом деле, многие люди, ну, не дай бог, если накосячить на устранение магистрального повреждения, то там каждые минуты, каждый час простой это очень важно. Особенно, если ты говоришь про вызов скорой даже, это даже можно не до часа на жизни считать это. Да. Совершенно верно, да. И поэтому, чем быстрее мы устраним, тем быстрее, ну, лучше для всех. Да. Да, да. Слушай, ну, а ты когда-нибудь задумался, например, какие-то вещи ты хочешь улучшить, да, например, в качестве связи, например, если у тебя какие-то это есть идеи, как бы ты, что бы ты сделал, например, если чтобы, где ты видишь, мы можем работать лучше, да, как в плане связи? Вообще… Если это такие… Может быть, даже, в принципе, мы нормально, оптимально все делаем, как сейчас есть. Нет, если брать в целом по миру, да, то уровень телекоммуникации в Казахстане очень высокий. Мы ничем не уступаем современным там странам, да, у которых развитируют. Единственное, что бы я улучшил, это улучшил бы систему резервирования, то есть положил бы больше кабелей там разными маршрутами, потому что если взять ту же самую Германию, то у них система резервирования кабелей 400-процентная, то есть в одном направлении лежит 4 кабеля. Угу. Если один кабель порвут, у него еще 3 есть там, второй, третий и четвертый, то есть надо поворачивать все 4 кабеля, чтобы там связь полностью пропала. И они все супер далеко от друга, да? Да, но при этом надо учитывать, что там площадь Германии, площадь Казахстана, да? Ну да, да. Там у нас там несколько Германии поместится. И у нас очень большая страна. Да. И слава Богу. Но и поэтому вот это немножко тяжело реализуемо. Там один кабель протянуть стоит, ну, бешеного денег, а тут еще второй кабель по другому маршруту там, может быть, еще дороже будет. Угу. Поэтому есть к чему стремиться, на самом деле у нас есть стратегические цели внутри компании. Мы знаем, какие участки нам было бы лучше достроить. Эти участки нам бы не принесли больше денег. Но с точки технологии, точки там устранения повреждений, там повышение там авторитета нашей страны. Почему я говорю авторитета? Потому что мы транзитная страна. Мы находимся между Казахстаном, Китаем, там Узбекистаном. Угу. По тем же кабелям, которые, ну, мы эксплуатируем, проходит международный трафик. Ммм, да. Интересно. Да, и поэтому, когда связь обрывается, это чувствуется, ну, и везде там. У нас есть потребители, которые с Китая, они сразу начинают жаловаться. Но, слава Богу, международный трафик у нас хорошо резервируется. Угу. У нас есть, ну, альтернативные пути, и таких больших проблем с международным трафиком нет. Там это происходит буквально там за доли секунды, когда обрывается одного кабеля, переходит на другой кабель. И там потребитель просто не чувствует это. Понятно. Слушай, а вопрос тебе как алматинин с алматинцу. Угу. Как ты знаешь, Алмата сейсмоопасная зона, да, у нас постоянно двигаются эти плиты или что там под землей происходит. Это как-то влияет, да, всякие вот такие вот подвижные на кабеля? Нет, нет. У нас тут уже никогда еще не было случая из-за обрыв кабель за землетрясение. Ну, я не говорю прямо землетрясение, но так как это типа сейсмо-зона, они же постоянно эти плиты двигаются как-то. Или это как бы… Нет, нет. Такого, короче, нету, да? Никакого влияния там на качество связи и тому подобное. Но есть грызуны, короче, которые живут в грунте. Они с собакой грызут кабель и повреждают. Типа бобры? Типа крысы и бобры, я не знаю. Мы их еще ни разу не поймали. У вас нету департамента по бобраме? Нет, нет, еще нету и вряд ли появится. Но есть год у нас там, ну, 3-4. Походник за бобрами. Да. Да, бывает там, приходишь и обнаружишь, что кто-то перегрыз там из каких-то животных. Был случай один необычный. У нас же кабель проходит не только в грунте, а еще в телефонной канализации. в одном из колодцев упала собака, короче. Ага. И у нас произошла авария, когда наши люди приехали, открывают колодец, ну, крышка открытая была, смотрят. Там внутри собака перегрызла все кабели, которые там есть, короче. Вот такой случай. Собака повредила кабель. А что собачкой стала? Ничего. Ее взяли, она сразу же подняли, она сразу же дернула и убежала, короче. Ну, слава богу, а ты думал сейчас, что собака сдохла, нахер. И шокировала. Не, не, не. Она, в принципе, поступила умно. Ага. Она знала, что человек придет, если перегрызть эту вещь. Ну, это здорово. Значит, видишь, как не только вы починили кабель, но и собачку спасли. Да. Ну, еще такой лайфхак, короче. Оба-на. Если ты окажешься где-то в степи, один, без еды, без ничего. Фигачка беля. Да. И если видишь столбик связи, в самый последний момент ты копай котлован и перегрызи его. Только в самый последний момент, заметьте, Жолдас сказал. Потому что если вы на полу в каком-то моменте, вы еще чуть-чуть можете ковылять, не трогайте Жолдасовский кабель. Короче, мы приедем. А то вызовет он, напишет протокол. Мы вам штраф выпишем, но живы вы останетесь. Да, да. Слушай, ну это классная течка, где можно уже завершить этот разговор. Спасибо тебе большое. Это прям классно. Спасибо, спасибо. Интересно очень слушать, на самом деле. Особенно, когда твой друг рассказывает, твой друг детства, и ты осознаешь, что ты становишься таким, что ты стал таким профессионалом, таким ведущим специалистом. Спасибо. Поэтому это классно. Я, например, ощущаю большой гордость за то, что ты мой друг, и ты делаешь эти классные вещи. Я тоже тебя очень уважаю. Все. Всем спасибо. Было классно. Приходите на Азизи подкаст. Здесь все классно. Спасибо, Жолдас. Пожму тебе руку. Я тебе тоже. Дамы и господа, с вами был Жолдас Саханов, и это был Азизи подкаст. Вы можете фолловить нас на инстаграме и твиттере. Отправляйте нам имейл на azizipodcastsobakagmail.com. Не забывайте подписываться на наш подкаст в iTunes, Spotify, Stitcher, iHeart Radio. Не забывайте поставить нам 5 звезд, ревью, а также комментарии. Мы также постимся на подбинни, где вы можете на нас подписываться. Всем спасибо. Все свободны. Мы вас любим. Субтитры создавал DimaTorzok